Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами ведущий Владислав Майструк. А моим собеседником сейчас будет Анатолий Актесюк, политический эксперт. Здравствуйте! Фотография, которая за спинами Анатолия, это как раз Евгений Холодницкий, которого вчера, 1 декабря, президент и генеральный прокурор представили в качестве уже спецпрокурора, который будет возглавлять антикоррупционную прокуратуру. Пожалуйста. Многие прокураты поиски. Спецпрокурор Павловский. Назад вам. Я вас щиро витаю с этой беспокойной засадой. Буду вас уверен. Я уверен. Суспільство наше обладает великими надеями на комплекс органов, которые будут бороться. Я надеюсь, что добиваются. Суспільство сейчас ожидает, что в Киеве, национальной прокуратуре, национальной прокуратуре. Я надеюсь, что позволит этот спецпрокурсировать на полном силе. И сегодня сформированный бойовый отряд Украины за ним, который обеспечивает эффективную великую строительство. И поединение потужности антикоррупционного бюро и антикоррупционного прокуратуры сегодня сделает то, что ожидает как Украина, как Украинский народ, так и Россия. Учительные заходы были поискованы. Свой кандидат, условно говоря. Честно говоря, я как бы думал, что кандидатура будет более альтернативная. И даже вот в нашем сообществе, гражданском таком, мы, честно говоря, очень скептически относились к тому, что все же антикоррупционный прокурор будет очень тесно сопряжен и с генеральным прокурором, и с президентом. Потому что, с одной стороны, это дает возможность нам четко следить, работает ли эта прокуратура, и если она не работает, почему не работает, потому что нет политической воли запускать эту всю работу. С другой стороны, мы опять-таки, возможно, есть какие-то у нас надежды на то, что новый антикоррупционный прокурор будет довольно-таки активным, и уже ближайшим временем они в связке с Национальным антикоррупционным бюро покажут какие-то реальные результаты. Но, в общем, посоветовавшись и с более узкоспециализированными своими коллегами, они отметили, что, если честно, не менее чем полгода придется ждать каких-то уже законченных дел. Поэтому даже как оценивать работу, когда уже вот там и комментарии просят взять и так далее. Хотя, знаете, Анатолий, вот я тоже слышал тоже самое мнение, здесь Дарья Калинюк, человек, который один из максимальных экспертов в этой теме, она тоже говорила то же самое, полгода, даже год для более таких серьезных дел. У меня тогда появляется такое искреннее недоумение, почему? А вообще прокуратура до этого чем занималась? То есть нету дела ни на кого, ни на кого не велись дела против коррупции. То есть это так, как говорится, что человек приходит на ровное, полностью на ровное место, на табуле разы, он начинает что-то выстраивать. Странно, конечно. То есть это многое. Да, это объясняет, потому что… Объясняет многое, да. У нас, как бы, ничего не было, и сейчас, то есть приходят, да, новые созданные институты, и у нас уже есть очень большие надежды на то, что в один миг будут уже вот эти отряды по борьбе с коррупцией, да, как раньше… Как Порошенко их назвал, так же, боевые отряды. Боевые отряды, да. Боевые отряды. Ну, какая-то ассоциация, понимаете, с тройками возникает, когда вот в советские времена, вот, боролись с вредителями и так далее. Да, ну или другая, например, помните, вот я опять цитирую там фильм Брайана Де Пальма, да, «Энтачевался», да, «Неприкасаемый», когда тоже была, да, создана такая группа, которая, ну, вот, боролась с мафией как могла. Но здесь главная проблема, понимаете, состоит в чем? В том, что, опять-таки, Запад видит, ну, хорошо, создана новая институция, назначен человек, который, в общем-то, говоря, и новый, с другой стороны, и не новый, потому что он уже работает в этой структуре, и даже пообщавшись с активистами из Киевской области, есть очень много вопросов к Назару Холодницкому, потому что даже если вот посмотреть в интернете, да, есть достаточно как бы антикоррупционные расследования по поводу злоупотреблений и хищений земель в Киево-Святошинском районе, да, когда там есть конкретные расследования, то есть это уже тоже, с одной стороны, бросает какие-то серые пятна на даже вот новую созданную структуру. С другой стороны, я думаю, что в данном случае нужно было брать действительно каких-то новых людей абсолютно, которые минимально связаны и с системой, и с другой стороны, дабы вот минимизировать любые вот эти забросы со стороны и общественного общества, и политических конкурентов. Но понимаете, в чем проблема? В том, чтобы власть, она не особо хочет делать этот орган, в котором бы царила такая, скажем, и Махновщина, и самоуправство. Потому что, по большому счету, в антикоррупцию этого молодого человека есть полномочия, с которыми можно посадить и, не знаю, и прокурора, и любого депутата, и министра, и премьер-министра, кого хочешь. Только президента нельзя. Президента нельзя, да, но, в общем, нервы попортить можно любому. Но и с другой стороны, это опять-таки нужно понимать, потому что, каким образом общество будет воспринимать. Потому что поедете в любой регион, спросите людей, они не верят в то, что будут какие-то изменения. Они хотят уже, чтобы вот есть конкретный коррупционер, есть конкретные факты воровства, конкретные схемы, давайте вот, привлекайте его. Но на местах же круговая порука, то есть там милиционер, там судья, там прокурор и тому подобное. Как поломать вот эти схемы, мы посмотрим. Но я боюсь, что на это займет очень много времени. Очень много времени. Ну, не важно, сколько времени, главное, чтобы это делалось. Главное, чтобы нам долгое время не рассказывали, что что-то делается, а в итоге ничего. То есть, если опять-таки оно начнет запуск, понимаете, в чем проблема? Национальное антикоррупционное бюро запускалось там, если, грубо говоря, активной фазы год было. То есть, когда назначили там, и шла подготовительная работа. Сейчас то же самое. Вспомните, назначили Артема Сытника главой НАБУ, пока они набрали людей, пока они провели обучение, пока они привезли компьютеры, пока они подготовили помещение, пока прошли обучение. Вот у нас в нашем центре был один антикоррупционный проект, и мы привозили на тренинг активистов со всех регионов страны, и просили, придите кто-то с НАБУ, расскажите, как сотрудничать, потому что вот у людей есть конкретные кейсы, и они вот вам могут любого привезти за ручку и показать, какие там схемы. Они там живут, они все это знают. Ну, вы знаете, у нас обучение, мы там в Англию уехали, у нас там нет людей, у нас там все загружены и тому подобное. То есть даже на таких моментах, когда игнорируется общество и активные люди, возникают вопросы. Для меня важно, чтобы оно заработало, чтобы было максимально сжатое кроки, то есть сроки сформирована вся вот эта вертикаль, и чтобы были конкретные расследования. То есть вот это три важных элемента. Да. Вот наши коллеги из Deutsche Welle тоже спросили мнение украинских активистов насчет Холодницкого, да. А также они спросили у Джованни Кеслера, который является генеральным директором Европейского управления по борьбе с мошенничеством. Между прочим, Джованни Кеслер тоже участвовал в комиссии по избранию главы Национального антикоррупционного бюро. Да. Который, в принципе, что важно, да. Вот Кеслер говорит, какие приоритеты должны быть, да, у антикоррупционного прокурора. Пожалуйста. Продолжение следует... ...экоррупционного прокурора. ...экоррупционного прокурора. ...экоррупционного прокурора и нещодавно створенного антикоррупционного бюро ...відтепер мають опинитися усі високопосадовці, починаючи з прем'єр-міністра. Вибіркове правосуддя чи правосуддя проти опонентів та ворогів закінчено. Ось що він має показати. Це величезний виклик, дуже нелегкий. Він вимагає, перш за все, сильної воли. Чи зможе Назар Холодницкий бути справді незалежним у залежній системі? Експерти поки сумніваються, чекаючи на його перші розпорядження. Ну, ось, пріоритети. Ну, в принципі, Джовані, якщо я сказав, ...хватить з збирателем правосуддям, ...хотя воно дуже збирателем. Воно збирає навіть серед тих, кого дано сажати. Воно дуже збирателем. Пріоритети, як ви думаєте, які? Просто багато ж які чекати. Все хочуть увидеть якогось олигарха за решеткою. Или... ...були слухи, що Арсений Яценюк праздновував свій перший мільярд. Все ж тут... ...тепер придет, прокурор докажет. А на самом деле, які должны бути приоритети? Потому, що сразу... ...питатися зловити крупну рыбу... ...ну, це може бути дуже складно. Це може підійти навіть не один год, а несколько. Я думаю, що в даному случае... ...нужно, во-первых, розібратися... ...со структурою четко. І, во-вторых, нужно... ...как бы, установити хороші... ...партнерські відношення с общественними активистами... ...котори будуть... ...даже, я вам скажу честно... ...работати більш активно і відповідно... ...чем і детективи, і всі інші інші... ...сотрудники Национального антикоррупційного бюро. Тобто треба устремити свою роботу в регіонах. Тому що в регіонах... ...чувається температура общества... ...чувається температура настрояний в країні. І от того, наскільки успішно... ...будуть розрабатуватися якісь схеми... ...и будуть привлекатися к ответственності... ...вот ці вори... ...можно буде говорити о якому-то під'ємі авторитету власть... ...о мобилизации общества... ...об'єдиненні його в какую-то... ...целісну структуру... ...и запасе... ...для запаса времени... ...и доверия, що самое главное... ...для реализации следующих реформ. Ну, далеко там ходити не надо... ...да, є, опять-таки, янтарь... ...в Житомирській області... ...есть злоупотребління, например... ...во многих регіонах... ...непрозрачна приватизація... ...способ жизни... ...отдельних чиновників... ...мілиціонерів, прокурорів і т.п. ...єсть над чим работать... ...просто треба... ...нужно действительно... ...начати вот эту роботу... ...потому що... ...мне кажется... ...если упустить вот этот момент... ...потом може бути... ...довольно-таки... ...поздно і сложно... ...вернути вот це все назад... ...потому що... ...времени очень мало... ...и боротьба з корупцією... ...это наша втора война... ...наш внутрінний фронт... ...которю ми должны... ...сами... ...идти і возглавляти... ...потому що... ...еще... ...для чого це важливо? Услови децентрализації... ...местні совіти... ...и... ...об'єдиненні... ...общини... ...получають... ...огромні ресурси... ...и налоги... ...как би там не було... ...как би ми там не критиковали... ...но все ровно... ...право... ...распоряджаться... ...землею... ...налоги... ...возможність... ...как би... ...более прозрачно... ...распоряджаться... ...свою собственностью... ...какі-то... ...вот... ...там... ...будут... ...новий... ...новий уровень... ...междубюджетних отношений... ...транспортні... ...инфраструктурні... ...субвенції... ...а там будуть воровать... ...там будуть... ...деньги отмывать... ...поэтому... ...вот там нужно устремить свой взор... ...ну... ...действительно... ...если гоняться за какими-то... ...крупными рыбами... ...да... ...эти маленькие рыбки... ...все разворуют... ...не... ...ну для этого есть и другие органы... ...другие органы... ...в той же прокуратуре... ...для мелких... ...я имею ввиду... ...то есть... ...и в принципе... ...да... ...они должны за большой... ...средней рыбой гоняться... ...ну просто... ...сразу большую не словишь... ...они же шумные... ...эти рыбы... ...да... ...они же... ...все делают по закону... ...как бы... ...но... ...всегда можно найти лазейку... ...скользко... ...очень скользко... ...сегда можно найти лазейку... ...вот Аль Капоне тоже... ...если возвращаясь к этой теме... ...и его хотели... ...ну что он... ...разбойничал... ...убил... ...ну как бы... ...будклекером был... ...да... ...там... ...проституция... ...наркотики... ...торговля... ...в итоге его посадили на 11 лет... ...постарается... ...но сегодня... ...2 декабря... ...2015 года... ...запомните этот день... ...это исторический день... ...для... ...безопасности... ...в Европе... ...и даже... ...нельзя... ...уменьшать... ...это... ...масштабы... ...в мире... ...так сказать... ...сегодня... ...опять-таки... ...2 декабря... ...министры иностранных дел... ...странной организации... ...североатлантического договора... ...другими словами... ...нато... ...предложили Черногории... ...начать переговоры... ...о вступлении в Альянс... ...вот хочу вам показать... ...вот как это происходило... ...вот добрый... ...вечер... ...я хочу вас приветствовать... ...сегодня... ...мы будем... ...принимать... ...историческое решение... ...руководители... ...наше государство... ...еще на конференции Уэльсе... ...да... ...это говорит... ...Жан Столтерберг... ...генеральный секретарь НАТО... ...приняли решение... ...что... ...Черногория может войти... ...в состав НАТО... ...и... ...я хочу спросить... ...у присутствующих... ...могут ли... ...представители Черногории... ...присутствовать... ...за этим круглым столом... ...вместе с нами... ...обсуждать... ...вопросы мира... ...может ли вы... ...подтвердить... ...что у нас есть... ...консенсус... ...он говорит... ...я вижу, что есть... ...консенсус... ...поэтому я вас благодарю... ...ну и в принципе... ...он говорит... ...что... ...политика... ...нато по поводу... ...открытых дверей... ...именно вот этот... ...ключевой фактор... ...да... ...что двери... ...нато открыто делают... ...Альянс очень сильным... ...ну а теперь... ...господин... ...генеральный сектор... ...нато приглашает... ...за... ...круглый стол... ...круглый стол... ...нато... ...представителей... ...Черногории... ...и вот мы видим... ...как их... ...приветствуют... ...аплодисментами... ...исторический момент... ...потому что... ...последний раз... ...нато... ...вот мы видим... ...даже есть... ...министр иностранных дел... ...ну... ...костсекретарь США... ...Джон Керри... ...тоже присутствовал там... ...последний раз... ...нато расширялось... ...в 2009 году... ...то есть... ...шесть лет прошло... ...и... ...не обы какая страна... ...а Черногория... ...как вы думаете... ...о чем говорит... ...вот это расширение... ...нато в данный... ...исторический момент... ...это во-первых... ...свидетельствует о том... ...что... ...нато во-первых... ...решило... ...еще укрупнить... ...свои... ...и усилить... ...свои позиции... ...на Балканах... ...где довольно-таки... ...очень сложная ситуация... ...и... ...свет ли... ...последующих... ...событий... ...вокруг Сирии... ...и... ...такого противостояния... ...Турции с Россией... ...есть... ...действительно... ...вы... ...и... ...и Черногория... ...с этим уже... ...неоднократно сталкивалась... ...когда... ...с помощью... ...и российских спецслужб... ...были попытки... ...дестабилизировать ситуацию... ...именно в самой Черногории... ...и... ...в самой стране... ...вот это... ...началась... ...такая... ...система формирования... ...довольно таких... ...сильных... ...российских... ...лобби... ...центров... ...бизнес... ...организации... ...которые... ...привозили кэш... ...инвестировали... ...серьезные деньги... ...и тем самым... ...оказывали попытки... ...коррумпировать... ...и местных политиков... ...и депутатов... ...и тому подобное... ...и в связи с тем... ...что... ...как бы... ...довольно-таки... ...есть часть... ...и... ...крестьян... ...которые... ...полной меры... ...ориентировались... ...на какие-то отношения... ...с Россией... ...были попытки... ...дестабилизировать... ...ситуацию... ...в том числе... ...и с помощью... ...кибертехнологий... ...и тому подобное... ...поэтому... ...действительно... ...черногория решила... ...реагировать... ...и... ...нату увидела... ...что... ...да... ...страна сопротивляется... ...страна четко следует... ...принципам демократии... ...и... ...свет ли нынешних... ...событий... ...нужно каким-то образом... ...помогать партнерам... ...и... ...мы... ...видим... ...что... ...это предложение... ...но свидетельствует... ...о том... ...что... ...если страна... ...действительно... ...отвещает параметрам... ...и... ...пределана... ...сильная... ...домашняя... ...работа... ...да... ...налажена... ...процедура... ...функционирования... ...армии... ...потому что... ...опять-таки... ...перед эфиром я смотрел... ...вооруженные силы Черногории... ...там... ...и реформа была проведена... ...еще... ...в начале 2000-х годов... ...там... ...и... ...отличное финансирование... ...и... ...есть... ...определенный опыт сотрудничества... ...поэтому... ...созданы все условия... ...дальнейшей интеграции... ...поэтому... ...я действительно сейчас... ...будет довольно-таки интересно... ...посмотреть на российскую реакцию... ...да... ...как они... ...будут на это реагировать... ...и что последует... ...какие-то возможно санкции... ...угрозы... ...заявления... ...отзывы российских туристов... ...возможно традиционная такая санкция... ...которая... ...невозможно каким образом... ...повлияет на эту страну... ...ну и ряд других инструментов... ...возможно... ...по поводу реакции России... ...да... ...буквально 30 ноября... ...то есть два дня... ...до того... ...как НАТО приняло Черногорию... ...в свои... ...свои ряды... ...заместитель председателя Госдумы... ...Сергей Железняк... ...в пресс-центре... ...парламентская газета... ...вот так прокомментировал... ...стремление... ...тогда еще стремление... ...суверенное... ...подчеркиваю... ...суверенное Черногории... ...присоединиться к НАТО... ...пожалуйста... ...на самом деле... ...больше всего... ...по... ...той информации... ...которая есть у нас... ...я надеюсь... ...мы сможем получить... ...от первоисточников... ...обеспокоены сами... ...граждане Черногории... ...без воли изъявления... ...которых... ...пытаются страну... ...насильственно... ...в противоречии... ...с международными нормами... ...с законодательством Черногории... ...втянуть в североатлантический... ...военно-политический блок... ...и именно... ...то, что... ...такие решения... ...сегодня... ...осуществляются... ...противоправно... ...без проведения... ...широкого... ...народного обсуждения... ...и референдума... ...и является... ...одной из... ...серьезных причин... ...того... ...социально-политического... ...кризиса в Черногории... ...который... ...происходит... ...последний месяц... ...и особенно обострился... ...в конце... ...сентября... ...когда... ...очень жестоко... ...расправились... ...черногорские... ...силовые... ...ведомства... ...с демонстрантами... ...там... ...был уничтожен... ...лагерь... ...оппозиционный... ...были примены... ...силовые средства... ...в том числе... ...изоточивый газ... ...и... ...различные... ...специальные средства... ...против... ...демонстрантов... ...подгорицы... ...и... ...конечно же... ...то, что... ...без воли людей... ...их... ...заставляет отказаться... ...исторических связей... ...с нашей страной... ...и... ...стать... ...вассалом... ... НАТО... ...и... ...практически... ...безропотным... ...исполнителем... ...воли Европейского Союза... ...людей... ...не устраивает... ...они видят, что происходит... ...в соседних странах... ...которые... ...стали частью НАТО... ...части Европейского Союза... ...где на сегодня... ...практически... ...полностью... ...разрушена... ...промышленная инфраструктура... ...огромная безработица... ...и... ...полная... ...политическая зависимость... ...руководства этих стран... ...от решений... ...США и НАТО... ...ну вот такое... ...вот такое... ...именно вот такое... ...традиционная песня... ...сказал господин... ...господа все в Париже... ...а вот... ...товарищ Железняк... ...ну то есть... ...загнивающий Запад... ...да вот... ...ну... ...Понимаете... ...а сами... ...как бы все средства там... ...хранят... ...и детей своих учат... ...в этом Западе... ...и вилы покупают... ...и дома... ...и средства там... ...сохраняют... ...и контракты выгодные... ...подписывают... ...здесь... ...нужно понимать... ...что... ...мы входим в новый... ...период развития вообще... ...и общество наше... ...и страны... ...в условиях вот этой... ...сильной глобализации... ...нужно... ...действительно... ...мобилизировать... ...внутренние ресурсы... ...для того... ...чтобы... ...проводить реформы... ...и... ...решать... ...куда мы действительно... ...таки идем... ...какая наша конечная цель... ...и с кем нам по пути... ...а с кем нам... ...нужно... ...сотрудничать... ...по возможности... ...по возможности... ...отстаивать свои интересы... ...то есть... ...нету такой четкой визии... ...а... ...это со своей стороны... ...и... ...опять-таки... ...создает какие-то такие... ...дерганные шаги... ...которые могут... ...неопределенным образом... ...влиять на будущее... ...и... ...о той же Черногории... ...да... ...собственно говоря... ...почему там кризис случился... ...о том, что я говорил... ...да... ...там... ...начал формироваться... ...действительно... ...очень такой... ...сильный... ...класс... ...пророссийски настроенных... ...и предпринимателей... ...и бизнесменов... ...и общественных активистов... ...которых... ...там Россия... ...в общем поддерживала... ...кормила... ...всяческими способами... ...поэтому... ...там тоже... ...старалась... ...пробовалась... ...разыграться... ...такая и... ...цивилизационная карта... ...балканы... ...исторически... ...мы поддерживали... ...воевали... ...то есть наши страны... ...имеют тесные связи... ...тому подобное... ...да, Россия... ...я имею в виду... ...хотя уже в Черногории несколько лет... ...как евро... ...они не есть члены Евросоюза... ...что самое интересное... ...но у них евро... ...там уже... ...если я не ошибаюсь... ...более чем... ...чем 10 лет... ...это уже валюта ходит... ...и активно используется... ...и стандарты все есть... ...и промышленность есть... ...и дороги есть... ...и дороги есть... ...и туризм... ...не какие, но есть... ...правда есть... ...действительно... ...то есть... ...это опять-таки ориентировано... ...на внутреннего потребителя... ...который... ...очень часто... ...не всегда путешествует... ...и имеют возможность... ...увидеть альтернативу... ...и к сожалению... ...с этим закрытием границ... ...Россия превращается... ...в новый Советский Союз... ...потому что... ...уже теперь... ...нету возможности им... ...есть... ...но она очень определенная... ...съездить куда-то... ...посмотреть... ...как живут... ...даже те самые турки... ...например... ...понимаете... ...вот какая вот вы говорите... ...вотом уже перейдем... ...последней теме... ...да... ...Дмитрия Фиртыша... ...которого все ждут... ...до сих пор в аэропорту... ...так вот... ...все говорят... ...Россия... ...хочет стать Советским Союзом... ...сверхдержавой... ...так вот... ...Советский Союз... ...действительно был... ...сверхдержавой... ...потому что... ...он... ...они... ...все... ...вот... ...члены ПОЛЕТБュРО... ...и их дети... ...учились... ...в Советском Союзе... ...лечились... ...в Советском Союзе... ...да... ...и... ...свое будущее... ...они видели... ...Только... ...в Советском Союзе... ...нынешние же руководство... ...Российской Федерации... ...которое вот... ...рассказывает... ...что они сверхдержавы... Сверхдержава осталась только ядерная дубинка и не более. Поэтому сверхдержава Россия амбиции. Ну ладно, вернемся к нашим теперь тоже амбициям, интригам и так далее. Сегодня в Киев из Вены должен был бы прилететь Дмитрий Фирташ. Об этом на прошлой неделе, в конце прошлой недели сообщила его пресс-служба. Ну, потом Аваков, министр внутреннего дела, написал пост в Фейсбуке, где он сказал, что мы сразу же его арестуем, Фирташа. В итоге Фирташ не прилетел, но, как сам Аваков распространил, и его приближенные люди, среди которых там Зорин Шкиряк, Антон Герасченко, они сделали такие вот фотографии, как спецназ ожидает прибытия Фирташа в аэропорт Борисполь. Зная при этом, что он еще сообщил вчера, что он в Киев не собирается. У меня такой вам вопрос. Вот вы понимаете, зачем весь этот фарс со стороны украинских силовиков? Ну, давайте не будем силовиков в целом, а конкретно господина Авакова, Герасченко и Зорина Шкиряка. Понимаете, трудно очень комментировать. Я даже не знаю, что сказать, потому что у нас действительно есть какие-то проблемы, и внешние, и внутренние, и есть объективная информация. Ну, возможно, это, конечно, хотелось бы верить для безопасности, но я затрудняюсь это прокомментировать, потому что у нас, честно говоря, есть совсем другие проблемы, а из этого делать какие-то такие промо-акции тоже бы не следовало. Но с другой стороны, а вдруг бы он и действительно взял бы и приехал бы, да? Не, ну, понимаете же, это же как бы легко узнать, летит самолет, не летит самолет. Тем более, что, как правило, все богатые люди не летают в Борисполе, не летают джуляны на собственных чартерах. Ну, на чартерах, хотя есть запрет на чартерах, ну, если они зарегистрированы, правда, за границей чартеры, то есть если самолет там зарегистрированный здесь, значит, здесь. Ну, просто знаете, что неприятно, что вот несмотря на то, что вот буквально 1 декабря, то есть вчера была вторая годовщина марша миллионов, когда люди сказали, хватит нас считать идиотами, давайте будем говорить как бы на равных, потом Аваков, который, ну, тоже что-то делал на Майдане, да? Да, и 1 декабря и так знаменательная дата для украинской истории. А тут вот так вот делать из нас всех идиотов, ну, слушать, идиотов нету. Вам вчера написали письмо публично, на него можете реагировать как хотите, но дураков нету, а последствия потом будут для всех. Для вас, то есть для них, кто делает подобные посты в Фейсбуке, они будут хуже, чем для тех, кто пишет, наоборот, открытые письма, с требованиями относиться к нам как граждане, а не как к какому-то быдлу, да? Вот это отношение к быдлу, вот это фарс, и вот это надо прекращать, потому что это просто нехорошо. Ну и тем более, да, если... С подобными фишками к Путину туда, вот в Ростов. Если спецслужбы работают, они надо, чтобы работали так, чтобы никто их не видел. То есть, ну, это как бы золотое правило, то, что я могу прокомментировать. Ну и, честно говоря, по ситуации с Фиртышем уже даже так и в интернете, и вот в узком экспертном сообществе уже ходили даже такие шутки, что на самом деле Фиртыш едет в опломбированном вагоне, да, там, и будет выступать там с какого-то броневика где-то там на каком-то заводе и тому подобное. То есть ситуация, да, доходит уже иногда, кстати говоря, и к абсурду, да. Да, абсурд, фарс, ну, то есть это опасно делать, с моей точки зрения, потому что потом, как мы помним, 31 августа, что было, да, кричали «зрада, зрада», кто-то взял, кинул гранат, и умерли люди. Да, тут тоже занимаются всякой, извиняюсь, фигнёй, потому что по-другому это нельзя назвать. Да, а в итоге коррупционеры ходят, и никто их не ловит. Ну, хватит с этим, да. Всё, наше время истекло, вам тем более надо куда-то идти, мне говорят режиссёры. Благодарю Анатолию Актисюка за эту беседу, оставайтесь с нами.